Здравствуйте! Вообще вот такого рода лекции я пишу либо для Бусти, либо для моих спонсоров на Ютубе. То есть у меня таких лекций много, но вот эту лекцию я решил, что нужно, чтобы посмотрело как можно больше людей. Пусть ее смотрят люди, которые не подписались на Бусти, которые там не покупают отдельные видео, которые не спонсоры, ну просто чтобы смотрели. Просто чтобы собрать аудиторию, что называется. Дело в том, что тут вопросы такие принципиальные я рассматриваю и очень непонятные для многих людей. Речь идет о квантовой механике. Квантовая механика это наука очень такая полезная и поучительная. И в основе ее лежит уравнение Шреддингера. Ну по крайней мере как вот понимаю я, как понимали студенты моей поры. Вот это вот в основе. Есть и другие представления квантовой механики, но с уравнением Шреддингера наиболее популярны. В принципе говоря, то что я сейчас буду говорить, должно быть понятно людям, которые знакомы хоть как-то с математическим анализом. В мое время в школьном учебнике были некие главы там про производные, про первообразные, или как в настоящей математике говорят первообразные. Ведь настоящие моряки не говорят компас, они говорят компас, они не говорят рапорт, они говорят рапорт. Так и настоящие математики говорят комплексные числа и первообразные вместо первообразные. Это значит интеграл первообразный. Вот. Ну если вы чуть-чуть об этом представляете, ну да вам постараюсь, чтобы вам было это понятно. Вот. Ну а если непонятно, там есть у меня кое-что про математический анализ вот на Бусти, например. Или для иностранцев это для спонсоров то, что у нас тут на Ютубе. Так вот, определяющим объектом является Ренни Шридингер. Это очень интересная вещь. Откуда оно что берется-то? Ну вот, знаете, есть такая замечательная книга. Ландау и Лившиц. Квантовой механики нерелятивистской теории. И там, значит, такая фраза есть очевидная, что уравнение Шридингера имеет следующий вид. Вот. Я помню, это было дело как-то давным-давно, лет, наверное, уже, да что, как, лет только 50 тому назад. Полвека, да, полвека. Я жил тогда в 137-й комнате, такая вот для физиков, понятно, это святое 137. Вот. И вот такая была она очень популярная комната, к нам люди приходили. И вот 31 августа сидит у нас Миша Пермяков и читает учебник Ландау. И тут приходит Вова Тронин, ныне покойный, а Миша Пермяков, слава богу, еще жив. Ныне покойный доктор наук. И вот спрашивает Миша, ну слушай, Володя, вот тут написано, таким образом уравнение имеет такой вот вид. А Володя отвечает, вот эта фраза, она так у меня как-то врезала с памяти. Видишь ли, Миша, вывод уравнения Шредингера вообще, говоря, некорректен. Нужно сказать, что обычно, говоря так, что вот, ну, нет никакого вывода, есть какие-то намеки на вывод. А вот давайте так попробуем, вот давайте так попробуем. Ну, это подтверждается всей практикой, как говорится. Вот оно работает уравнение Шредингера. Значит, там есть такое понятие волновая функция. Обычно ее изображают вот такой буквой ПСИ. Есть ПСИ и есть ПСИ с рогами. ПСИ с рогами, вот, вот такое. Это называется ПСИ с рогами. ПСИ с рогами зависит от координат и от времени. То есть она зависит от Х, У, З и еще время. А вот ПСИ это для стационарного случая, когда от времени зависит. Только Х, У и З. Ну, вот Х, У, З. Только пространство. Это такая вот стабильная ситуация, да? Вот. Надо сказать, что эта волновая функция, это вещь комплексная или комплексная. Это комплексные числа, что называется, да? Понимаете, какая штука? Это комплексные числа. Вот, вы будете смеяться. Значит, модуль этой функции, знаете, вот у комплексных числа есть такое понятие модуль. Вот, давайте, вот комплексное число, действительная часть, плюс мнимая единица и вот ее мнимая часть. Значит, нужно сказать, что квадрат мнимой единицы, он равен минус одному. Вот удивительное свойство. Квадрат мнимой единицы, равен минус одному. Вот. А вот это вот число, значит, как его изображают обычно? Вот она у нас. Плоскость. Это действительные числа, real. А это мнимые числа. Иммажинер, когда нас учили этим вещам, нас учили этим вещам учителя, которых учили еще выпускники гимназии, которые знали латинский язык. И вот они как так вот называли, вот, в переверном уже, значит, два поколения виде, это называли мы иммажинер. Итак, реальная часть, real и имманентная, мнимая часть. Вот она, действительная часть А, а вот она мнимая часть И умножить на Б. Это вот точка на этой плоскости. Вот она, что оказывается. У нее есть другая интерпретация, это, говорит, угол, вот такой вот, да? Это вот такой вектор, простите. У него есть длина. Чему равна длина вектора? А квадрат плюс Б квадрат, и из него корень квадратный. Это вот модуль этого вектора. Вот он, вот это называют. Длина его модуль. Модуль этого числа комплексного, Z. А это Z, это вот как буквой Z обозначает. Ну, в хорошем смысле этого слова никакой политики, я вас умоляю. Вот, так вот, значит, у этого вектора есть направление. Вообще у нас и у действительных чисел есть направление, но их только два, либо плюс, либо минус. А тут вот, пожалуйста, угол Фи. Это называется аргумент комплексного числа. Вот, аргумент комплексного числа. И есть еще одна замечательная запись комплексных чисел. Выглядит на следующем образом. Модуль этого числа. Е в степени И умножить на Фи. О как! Где Фи, это угол. Вот, что это такое, как это понимать? Я знать не знаю. И понимать не понимая. Для меня это выглядит как какая-то коробочка, которую забыли на Земле инопланетяне. Она пустая. Ну, ничего, коробочка как коробочка с кнопочкой. Ну, вот, соберешь коробочку, на кнопочку нажмешь, она работает. Вот, совершенно непонятно. Так и вот эта штуковина. Совершенно непонятно, но, тем не менее, она работает. Да, кстати говоря, действительная часть числа – это модуль умножить на косинус Фи. А мнимая часть числа – это модуль числа умножить на синус Фи. Ну, вот регонометрия нам в помощь. Да, вот такие вот дела. Ну, вот как-то так. Да, тут, соответственно, можно в степени возводить, корни извлекать. Все делается бодро и весело. А где это применяется? Ну, в электротехнике, например. Дело в том, что при сложении колебаний, колебаний, есть такой метод. Вот есть у вас два колебания одинаковой частоты. И вот они, у них разные фазы. Вот это вот колебание с одной фазой, Фи1. А это колебание с другой фазой, Фи2. Вот это вот амплитуда колебаний первого, а это амплитуда колебаний второго. Что будет, если их сложить? А если бы их сложить, надо просто как векторная сумма. Как это делается? Вот так, как-то вот. Вот это будет векторная сумма. Давайте я тут красным даже нарисую ее. Вот, вот это сумма. Вот, сложили как векторы. Ну и вот она, фаза суммарная получается, Фи. А это вот ее амплитуда. Вот сложили. Складывать два вектора. А это сложить два комплексных числа на самом деле? Да. Ну, вот так все просто. Так что это все в ходу. Так вот, у нас, да, еще как считает модуль комплексного числа, когда вот так записан модуль, квадрат модуля. Это значит, само число умножить на комплексно сопряженное число. Что такое комплекс? Вот это Z, а вот это вот Z со звездочкой. Комплекс сопряженное. Смотрите, чем она отличается. Знаком комплексной части числа. Или комплексной. Вот. Знаком мнимой части числа, простите. Плюс и минус. Если их перемножить, как там получается-то? Сумма умножить на разность. Квадрат. Разность квадратов, да? Давайте посмотрим, что это будет. Разность квадратов. Квадрат первого, а квадрат. Минус квадрат второго и b в квадрате. А и-то это что такое? И в квадрате минус единица. Минус на минус плюс. И получается вот то самое а квадрат плюс b квадрат. То, о чем мы тут где-то говорили. И вот мы уже об этом толковали с вами. Ну вот так, что все работает. Все прекрасно. Все удивительно. Все замечательно. Так вот. Так вот, каков соедический смысл? Это пси. У меня будет пси без рогов сегодня. А вот какое смысл. Есть такое понятие. Плотность вероятности обнаружит число в какой-то точке. То есть, система в каком-то состоянии. В данном случае это координаты просто, координаты вот какой-то материальной точки. Да, по-нашему говоря. Наверное, электроны, честно говоря. Вот. А по большому счету, тут может быть очень много координат, описывающих всю систему. Вот, например, атом. Там туча электронов. У каждого электрона есть координаты. У них еще спин есть. Да, там еще атомное ядро есть. Да, значит, координат очень много. Вот. На самом деле, там очень много разных координат. Вот. Так что, вот такие дела. Так, так вот, что такое. Значит, плотность вероятности. Значит, P от X, Y, Z. Это значит, если вы проинтегрируете по какому-то вот объему, по какому-то выбранному объему, вот, DV, то вы получите вероятность того, что в этом объеме находится, значит, ваша материальная точка. Так вот, здесь получается вот что. Модуль Пси, вот так вот, модуль Пси, это и есть плотность вероятности. Вот в этом вот физический смысл уравнения Шреддингера. Ну, и самое главное, значит, вот как, сейчас я ему у нас будет там, соответственно, на уравнение сейчас запишу. Нужно, чтобы при интегрировании по всему какому-то возможному пространству, вот, интеграл от Пси по DV, по всему-всему пространству, это должно быть единица. Пси по модулю в квадрате, по DV, это единица должна быть. Вот такие вот дела. Ну, то есть, понятно, что где-нибудь до точки находится, да? То есть, единица. Ну, сейчас буду записывать вам уравнение Шреддингера. Это, скажем так, для стационарного, как говорится, случая. Так, сейчас что-то мне не нравится, как натрясется. Так, наверное, будет больше нравиться еще, как она трясется. Вот, для стационарного случая сейчас запишу уравнение Шреддингера. Значит, вторая производная от Пси. Вот так вот. Детям нравится вот так записать. Это у меня будет уравнение от одной переменной, от Х. Где такое может быть вообще? Там изображается некая потенциальная яма, да? В которой есть только одна переменная, Х. Вот сейчас она у нас будет, да? Плюс удвоенная масса, делить на постоянной планкой с чертой. И тут еще, пожалуйста, энергия. Минус У. Вот в данном случае у меня одномерная задача. У меня только вот такая простая. На этом случае можно, так сказать, что-то такое строить. И когда я был маленький, мне казалось, ну это просто так вот, чтобы дети поняли, как решать. Ни фига. Это очень конкретная задача. Я вам сейчас скажу, откуда она берется. Вот. Это вот, значит. Ну, в принципе, она зависит от Х, да? Эта функция такая. Вот. И все это, да, Пси не забыть написать. И все это равно нулю. Я так внизу подглядываю в свой конспектик на всякий случай, чтобы вам что-нибудь не напрясть. Некоторые говорят, да, я бы тоже с тетрадкой смог. Ну, флаг в руки. Вот. Вот такие вот дела. Вот оно, уравнение. И о чем идет речь? Речь идет о бесконечно глубокой потенциальной яме, из которой нельзя выбраться. Вот есть у нас, значит, ось Х. На ней две точки. 0 и L. Это вот L так движется. Это не E, это L. Это вот стенки непроницаемые. И вот тут вот должна быть частица. Она быти не может из этой потенциальной ямы. Оно не выскочить, а бесконечно глубокое. Вот. Ну, а есть в этом какой-то смысл или нет? Есть какие-то такие случаи, где действительно вот от одной координаты вот зависит такая вот ситуация. Как я раньше не подумал. Это кристаллические плоскости. Не знаете, что это такое? Вот когда все учились в школе, ну не все, но кто учился в школе, у них обязательно в кабинете химии, где-то там наверху или физики, на шкафу обычно стояла модель кристалла. Шарики, соединенные палочками. И вот в этом кристалле, значит, они упорядочены, все эти вот шарики, которые атомы изображают, находятся. И они как плоскости образуют. Вот плоскость, а мне эти шарики. Еще плоскость, а мне эти шарики. И вот представьте себе, вот такого рода кристалл, и внутри этого кристалла находится электрон. Эти шарики его не пропускают. Вот он к шарику летит, вот она, вот плоскость координатная, да, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это вот шарики сами, атомы, да. Вот и следующая плоскость атомы, шарики. Вот. Электрон тут подлетает, а у них тут облако электронов вокруг них свое, атомы. Бум, и они его отталкивают. Он сюда, а они его отталкивают. То есть он отсюда вырваться никак не может. Ему не хватает энергии, чтобы преодолеть эту стенку. Ну, в общем-то говоря, вот она, модель бесконечно глубокой потенциальной ямы. Да, действительно, это что-то, что находится внутри вот такого вот, ну, почти что резонатора, да. Вот. Ну, так давайте сейчас будем решать. Значит, тут, собственно, три области у меня. Давайте так смело скажем. Вот давайте вот в этой области рассмотрим, там, где у бесконечности. Тут вот у равно нулю, аккуратно. А тут у равно бесконечности. Это же бесконечно-голбокая потенциальная яма. Вот давайте рассмотрим сначала область, где у равно бесконечности. Хм, у равно бесконечности. У равно бесконечности. Значит, это... Что ж получается-то у меня? А тут она частицей быть не может вообще. Быть она не может здесь частичка, какая бы у нее ни была энергия, ее энергии никакой нет. И, в общем, частицей там быть-то просто не может. Ну, не может это быть. То есть тут, в принципе, решение такое, тождественно. Пси равно нулю. Пси равно нулю. Плотность вероятности там находиться равна нулю. Ну, других вариантов-то нет. Я сейчас думал, вот, может быть, вам что-то такое придумать. Тут, значит, что Пси с рогами равняется, значит, бесконечная умножность на Пси. Как это решать, такое уравнение? Ну, можно поиграться в это дело. Ну, давайте поиграемся, что ли, в это дело, да? Ну, это те, кто понимает в уравнениях. Сейчас вот четко. Это только для тех, кто понимает в уравнениях. Вот она у нас. Вторая производная. Минус бесконечность умножить на саму функцию Пси. Вот. И те, кто понимают, они говорят, мы сейчас запишем с вами... Мы сейчас запишем с вами, значит, характеристическое уравнение. Вот оно так называется. Значит, вот, характеристическое уравнение, это когда вместо второй производной пишут квадрат характеристической переменной. Вместо первой производной первую степень. А вот эта вот нулевая производная, вместо нее просто единичку пишут. Вот. Равно, получается, бесконечность. Ну, или минус бесконечность. Решение какое? Лямбда равняется... Ну, в общем, тоже бесконечности, да? Лямбда равняется бесконечности. И чему будет выглядеть, как будет решение? Решение будет выглядеть так. А на Е в степени бесконечность умножить на Х. Вот такая вот функция. И вот она должна быть какой-то едини... Чему-то равна вероятность нахождения. Ну, скажем, вот тут вот вероятность нахождения чему должна быть равна? Вот в этой области. Это, значит, будет такой вот интеграл. А квадрат на Е в степени... Ну, бесконечность квадрата все равно бесконечность на ДХ. О! И это надо посчитать, значит, вот от Л до бесконечности. Л до бесконечности. Что это будет такое? Ну, вообще, это будет на верхнем пределе бесконечность, на нижнем пределе неважно чего. Это будет просто-напросто А квадрат умножить на бесконечность. И как вы себе это представляете? Когда это будет не бесконечность, только тогда, когда А квадрат равно нулю. И вот поэтому-то здесь вот решение у нас и есть такое нулевое. То же самое и вот здесь. Вот. Так что остановимся вот на этом месте. На этом месте все красиво, хорошо. Вторая производная плюс 2МЕ, деленное на Н, и умножить на Кси равно нулю. О! Ну, записываю тупо-дебильно, раз теперь я уже переступил этот порог. Тупо-дебильно записываю характеристическое уравнение для этого вот его. Вот, да. Если не хотите, чтобы я решал, то, пожалуйста, вы просто пропустите, а я покажу вам, как... Ну, короче, можно сказать так, а вот я угадал ответ, да. Вообще говоря, вычисление интегралов, это вообще говоря, искусство. И, в принципе говоря, вот мы как бы угадываем ответ. Это способ угадать ответ, решить характеристическое уравнение. Лямбда квадрат равняется минус 2МЕ на H. Батюшки-то мои! Это же получается... Лямбда-то у меня комплексная, да? И вот теперь я вам рассказываю. Вот для тех случаев, когда у нас лямбда представляется в виде, скажем, вот там, действительная часть, плюс-минус, мнимая единица умножить на омегу. Вот. В этом... Для какого-то уравнения. В этом случае уравнение представлен... Можно представить в следующем виде. Решение уравнения. Значит, ну, как написать? Y напишу. Y от X, да? Это будет некая константа Е в степени РТ, РХ, да, простите, РХ, и умножить на синус, косинус, неважно, на синус, омега-Х плюс альфа, где альфа, значит, произвольные фазы. Видите, у меня две константы произвольных, А и альфа. Они должны быть определены изначальных условий, всяких таких вот вещей. Все. Вот такая вот вещь. В моем случае это вот что такое. Минус омега-квадрат. Вот оно. Вот это вот омега-квадрат. Будем так это называть. Омега-квадрат. Так. И решение будет выглядеть так. Тут еще видно? Видно, видно. Решение будет выглядеть следующим образом. Пси равняется. Это некая, значит, константа, пока еще произвольная, А. Так. На что? Ну, Е в степени. Р-то нет у меня, чисто мнимая. На синус. Омега-Х плюс альфа. Омега-это вот это 2МЕ делить на Аш. Вот такая вот она, омега у меня. Нужно сказать, что эта штуковина должна следовать неким условиям. Она, эта функция должна быть, не иметь разрывов. Вот тут у меня функция равна нулю. Тут вот решение равно нулю. Вот здесь. Нулю. И тут нулю. И тут нулю. Значит, вот эта функция в точках ноль и в точках нь должна быть равна нулю. Вот давайте посмотрим. Пси от нуля. Чему равняется? А на синус. Омега-ноль. Тут просто ноль. На синус альфа. Вот. Скажите, пожалуйста, каким должно быть, чтобы это вот равнялось нулю? Каким должны быть а и альфа? Либо а равно нулю, что, в общем-то говоря, не симпатично. У нас получается, что тождественно равна нулю функция. Это как-то не вяжется. А где же электрон? А где же собака? Это последние слова в фильме «Старое ружье». А где же собака? Вот. А где же электрон тогда, да? Ну, остается только синус альфа равен нулю. Когда, например, альфа-синус альфа равен нулю? Ну, когда альфа равен нулю? О, просто, просто, вот позволю константу, положим равную нулю и поедем дальше. Теперь вторая грань. Вторая грань. Второй, вернее, предел, рубеж. Это там, где л, да? Значит, у нас получилось синус а. А на синус омега-эль равно нулю. Получилась такая вещь. Это пси от л должна равняться нулю. Это значит, а на синус. Так, омега-то у меня что такое было? Корень квадратный, да? 2м-е делить на аж квадрат. Корень квадратный, 2м-е делить на аж квадрат. Умножить на л равно нулю. И вот тут самое главное. Когда такой синус равен нулю? А когда вот эта вот штуковина равна, ну, скажем так, плюс-минус n умножить на π, где на целые числа. Кстати, когда детей сейчас учат в школе, там хочется писать решение такого уравнения так. А равняется k умножить на π, где k принадлежит z, где z множество, ну, скажем так, целых чисел. Включая и 0, и отрицательные целые числа, и положительные целые числа. Вот так вот сейчас учат детей в школе. Вот. Ну, в мое время, как-то вот говорили, плюс-минус nπ. Всех это устраивало. Что же получилось-то, ангелы мои необыкновенные? Получилось то, что вот это вот выражение, там, где стоит энергия, так, под корнем, еще умножить на l, равняется плюс-минус nπ. Вот так. Плюс-минус nπ. Я не очень понимаю, что это такое, значит, плюс-минус в данном случае. Мне интересует, ну, что энергия. Я сейчас квадраты возведу и получу интересную вещь. 2mE на h квадрат умножить на l квадрат равняется n квадрат π квадрат. О, как интересно-то, да? Отсюда запросто можно найти энергию. Оказывается, энергия зависит от n. Их много разных энергий, но они, строго говоря, дискретны. Давайте-ка я сейчас напишу. Вот она, en равняется, значит, π квадрат умножить на h квадрат. Так, π квадрат умножить на h квадрат делить на 2m l квадрат и умножить на n квадрат. Вот они какие. Набор энергий таких вот есть, да? Начиная с нулевой энергии, ноль. Тогда, правда, у синуса тут тоже будет, значит, ноль стоять, да? Есть нулевая энергия. И синус будет константой. То есть, это решение отпадает. Сразу скажем, почему? Потому что ведь у нас вот этот вот квадрат, его интеграл должен быть равен единице. Можно, кстати, а-то можно и найти. Так, давайте сейчас проверим насчет размерности. Я всегда проверяю размерность. Так, тут вот квадрат забыли, да? Значит, размерность постоянной планки. Это джоули умножить на секунды. Значит, в данном случае у нас получается джоули квадраты умножить на секунду в квадрате. Делить на массу, это килограммы, и на метры квадратные. Так, и должно в результате остаться одни только джоули. Давайте посмотрим, что есть. Один джоуль оставим. А тут вот распатроним. Джоули это ньютон умножить на метр. То есть килограмма, метр в квадрате, килограмм, метр в квадрате, секунду в квадрате. Так, это джоуль. Так, умножить на квадратную секунду, разделить на килограмм и на метр в квадрате. Ура, это все сокращается. И остается только один джоуль. Все нормально. То есть мы, по крайней мере, явные ошибки здесь не совершили. Что же у нас получается тогда? У нас вот есть набор вот этих вот частот, как говорится. Да, ПН они равны, плюс-минус ПН. Чему же будет равно к нашему удовольствию, какой будет синус? Какой же будет синус? Интеграл наш, да? Вот он интеграл. Значит, давайте запишем волновую функцию. Вот она наша волновая функция ПСИ. Вот это А на синус. Вот это наша омега, которая, да? Это значит, сейчас скажу, это значит 2МЛ квадрат Е делить на Аж квадрат. Нет, под корнем еще, да? Давайте аккуратно перепишем отсюда, да? Вот он, корень квадратный, да? Корень квадратный 2МЕ на Аж квадрат. умножить на Х, да? Вот он, этот самый. Вот, да-да-да-да-да-да, он у меня такой. Вот. И вот он, вот этот синус. Вот чему равен. Значит, ПСИ по модулю в квадрате. Должно быть равно А квадрат на синус квадрат. Корень квадратный 2МЕ на Аж квадрат. Умножить на Х. Вот. И интеграл от нуля до Л должен быть равен единице. Интеграл вот от этого ПСИ в квадрате от нуля до Л на ДХ. Он должен оказаться равен единице. Сейчас будем брать этот интеграл. Значит, А квадрат вынесу за скобочку, за интеграл. А тут будет интеграл у меня, да. Ну, давайте я это назову нормальным образом Омега, Омега, чтобы много не писать мне. Значит, как мне выразить синус квадрат? Его же можно выразить через косинус двойного угла. Я помню такую фразу. Косинус двух Х равняется косинус квадрат Х минус синус квадрат Х. Или косинус-то можно тоже через синус выразить. Единица минус два синус квадрат Х. Вот, это получается равно одна вторая синус квадрат-то будет равен одна вторая единица минус косинус двух Омега Х. Вот так вот. От нуля до Л на ДХ. Так, и давайте разбираться. Значит, косинус у нас вот это вот Пи, Омега равняется обязательно у нас НПи. ННПи равняется Омега. Вот она, вот эта вот Омега равняется НПи. То есть косинус обязательно, а он носит двух, да. То есть это получается косинус у нас тут, чего получается? Косинус двух Пи НХ. Что значит 2Пи? 2Пи у него будет фаза меняться, да. 2Пи делить на Л только, да. Так, это я что-то тут вам наляпался. Да, вляпался я, да. Эль-то я что-то забыл написать сюда, да. Так, секунду. Так, ну, Каме тут пришел с проверкой. Кот Левенбук. Котенок Левенбук, зачем ты пришел Каме с проверкой? Тебя вон там кормят, поют, жили-были читают. А ты что пришел? Не мешай, Семенбук. Иди погуляй. Вот. Вот. Так, 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 ага, вот она. Вот это Пи Н, да, ага. Давай, и Л-квадрат. Я забыла, Л-квадрат здесь стоит, Л-квадрат. Вот, забыли здесь Л-квадрат поставить. Так, с размерностью у нас все было хорошо, мы только что проверили. Вот она, вот она, вот она намотана. так это пи n у нас да это омега омега равняется пи n так вот он ей чему равен крутим крутим вертим вот и она у нас тут же биться будет да как раз четное количество раз проходит через как выглядит косинус вот он такая площадь подкривая тут положительная положить а тут отрицательная ровно такая же а косинус и 0 будет так а что тут у нас будет а тут будет 1 2 l получается l пополам на а квадрат вот это вот равно единице и отсюда а равняется корень из 2 делить на l ну вот окончательно у нас есть выражение для этого самого синуса значит а корень из 2 корень из 2 делить на корень из l синус корень квадратный 2mg на h квадрат умножить на x ну вообще лучше писать не так лучше писать здесь просто как положено плюс минус пи и все такое прочее да значит вот можно лучше так написать корень квадратный из 2 делить на l а тут синус а тут синус все говорится значит плюс минус пи и н икс вот такой вот он это пси от х вот она наш путь ну интересно себя ведет плотность вероятности пси от х это что такое 2 делить на l и синус квадрат синус квадрат вот этого добра плюс минус пи и н икс то есть в нашей потенциальной яме все будет выглядеть так вот наша потенциальная яма у нас есть первый значит что у нас вариант когда n равно единице да это что значит получается синус один раз пройдет у нас через эти вот так вот вот он это вот n n равна единице это n равна единице это отчеркнул а если не единицы этого два горба будет а если больше 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 3 горба 4 горба 5 горбов удивительно так что вот в этой точке электрон никогда не будет то есть вот а в среднем да у нас вероятность единиц он где-то здесь есть вот вот такая вот вещь ну вот удивительное рядом но оно работает теперь следующая вещь задача несколько иная у нас там была бесконечная яма а тут будет барьер конечной естественной высоты вот что будет вот тут барьер некой высоты да но высота естественного будет у меня да у а тут значит вот частичка отсюда будет лететь тут вот две области первая область вторая область третья область в первой и в третьей областях уравнение будет иметь достаточно привычный как говорится вид привычный вид она будет иметь ну самый что ни на есть да значит пси два штриха так что там еще у нас будет то плюс 2m делить на постоянную планка умножить на энергию и умножить на пси вот и значит равно нулю причем энергия у нас давайте так мы выберем что энергия вот этой частички у нас меньше чем у она как бы вот слева то есть справа как может она там быть и не может быть а вот в области 2 все будет несколько иначе выглядит пси два штриха значит плюс 2m h а тут интересная вещь е минус у умножить на пси равно нулю вот это вот отрицательная величина если решение слева у нас будет представлять из себя некая значит синусоиду да тут вот как выглядит будет характеристическое уравнение лямбда квадрат равняется минус 2m e делить на h вот она какая и соответственно это будет решение будет синусоидальное решение будет синусоидальное решение ну давайте его напишем для первой области это будет выглядеть так Пси равняется а1 на синус корень квадратный 2m e делить на h так синус такой вот умножить на х и плюс альфа 1 вот это вот Пси 1 да в третьей области это Пси 3 будет называться это значит а3 синус корень квадратный 2m e делить на h на х и плюс альфа 3 а вот в этой области характеристическое уравнение совсем другой вид имеет лямбда квадрат равняется 2m на h у минус е это больше нуля значит решение будет корень квадратный 2m h у минус е это все нормально корень берется и решение будет иметь следующий вид Пси 2 значит а2 е в степени вот в этой вот степени простите меня да ну строго говоря решение t2 плюс минус да ну давай так е в степени значит вот это вот обозначим бета так хорошо btx и плюс так а2 1 и плюс а 2 2 е в степени минус btx вот так вот да сколько у меня не известно здесь раз два три четыре пять шесть шесть неизвестно я это все естественно решать не буду это морока хотя принципе да человек который владеет дифференциальным исчислением он это может сделать если долго думать чесать затылок ну давай сейчас сформулируем какие тут дополнительные граничные условия будут ну во первых вот здесь вот в этих точках должны быть равны сами эти функции и их производные гладко все должно получиться вот смотрите значит это мы обозначили 0 это мы обозначили L значит в точке 0 что там будет psi 1 от 0 равняется psi 3 от 0 раз psi 1 штрих от 0 равняется psi 3 штрих от 0 2 теперь точка L да psi 3 от 0 равняется psi 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 сейчас psi 2 от 0 так только не 3 тут 2 это вот 2 что там у нас да это 2 значит psi 2 от 0 и psi psi штрих 3 отель равняется от 0 так сейчас да 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 отель равняется psi 2 штрих отель вот сколько всего набралось вот сколько всего набралось у нас да 4 условия раз два три четыре пять шесть переменных у нас набралось пять шесть переменных вообще это решение по другому иногда пишут так вот а 2 это даже правильно да е в степени так ну растущая переменную можно убирать не надо убирать короче говоря вот это только стоит оставить оставить вот это а 2 2 е в степени минус бета икс ну потому что такого рода возрастающая константа она как-то противоречит здравому смыслу да ну и плюс еще одно условие пятое мы про него забыли пока интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности psi по модулю в квадрате должно равняться единице да и таким образом все эти переменные можно найти и окажется что тем не менее у нас существует некое решение и не только здесь есть вероятность обнаружить но здесь вероятность здесь есть обнаружить получается бальер оказывается проницаемым вот это вот удивительное свойство которое следует из из нашего значит из нашего значит этого самого свойства из нашего из наших условий да так у меня это хватало условия вообще тут не хватает штрихи так это концы раз два три четыре меня грамоте учили мне тут даже как-то ведь решало еду ну не важно да 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 барьер то оказывается прозрачный да пропускает он как раз ту самую энергию которую надо тут кстати h квадрат еще забыли вот так вот h квадрат h квадрат h квадрат все забываем забываем h квадрат вот сейчас поправим выглядит что-то что-нибудь откроем между делом и вот проницаемость связана с как раз этой вот формулой е в степени то есть вот некий коэффициент проницаемости он пропорционален е в степени минус бета минус бета l l толщина барьера ну в принципе если это барьер не такой красивый там получается интеграл да если он какой-нибудь это эдакий барьер еще да получается d порядка е в степени значит минус интеграл вот это от этой вот величины бета которая от е зависит бета от u которая зависит да от x от нуля до е проницаем оказывается вот какая штука ну вот стараемся все угодить не всегда получается что-то мы не поняли что-то вы не так объяснили ну разбирайтесь объясняйте так не забудьте поддержать меня не только морально лайками но и материально можете подписаться на бусти можете сходить куда сходить там сходить до националя денег прислать можете разглядеть под моим видео реквизиты прислать денег по реквизитам банк там юмани киви кошелек есть даже как это крипто кошельки крипто криптовалют в общем жду поддержку мои вот эти нахлебники тоже их ждут все эти ревенбуки фиграши лившицы ландао а еще есть ей барчик чернышин вот так вот все мои нахлебники ну пока да